Первый основной недостаток, сейчас вам покажу. Никаких подъемников. Конечно, здесь тоже есть особенности. Первый самолет сбиваем вместе немецкий. Поэтому здесь всегда тихо и спокойно. Достаточно такой интересный арт-объект. Просто шикарный вид. Это протечки. Не рекомендовал приобретать жилье в центре Всеволожска. Чуть было, не забыл. Агенты зарабатывают деньги. Первый интересный объект во Всеволожске. Очень хорошее место расположения. Главную елку. Интересный и неинтересный. Но самое интересное сейчас я вам покажу. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. И сегодня мы находимся с вами в Всеволожске. И перед тем, как начать этот выпуск, хочу всех поздравить с наступившим Новым Годом. И пожелать вам здоровья и благополучия. Нахожусь практически в центре. За моей спиной. Находится Всеволожский вокзал. Это очень удобная транспортная магистраль. Потому что всего за 30 минут, а то и меньше, вы уже находитесь в центре города на Финляндском вокзале. Также, естественно, здесь ходят и маршрутно-транспортные средства. Они идут до метро Ладожской. И также до Финляндского вокзала. Но если у вас есть свой личный автомобиль, то проблем заехать и выехать вообще никаких не возникает. Во Всеволожске все хорошо с инфраструктурой и социальными объектами. А за моей шапкой находится памятник Всеволду Андреевичу Всеволожскому, основателю города Всеволожска. Рядом, напротив, Юбилейной площади находится торговый комплекс Юбилейный со своим кинотеатром. И торговый комплекс здесь, в Всеволожске, не один. Сегодня я вам покажу интересные и неинтересные объекты в городе Всеволожске. Расскажу про их цены. Для того, чтобы при выборе недвижимости, если вы это будете делать сами, без специалиста, не купили кота в мешке. Очень интересное место, памятник Всеволожскому. И рядом находится дом. Сдали с задержкой, проблемы с подключением газа. А слева там как раз есть еще дома, которые не вели в эксплуатацию до сих пор. Ну, соответственно, здесь достаточно большое количество квартир продается. Цены достаточно интересные. У кого-то они нормальные, у кого-то они чересчур завышенные за счет того, что это практически центр Всеволожска. И здесь в шаговой доступности находится, друзья, вся инфраструктура. Однокомнатные квартиры вот в этом комплексе стартуют от 6,5 миллионов рублей. Прямо в центре экрана мы сейчас видим главную елку города Всеволожска на Юбилейной площади. Во Всеволожске очень хорошая экологическая обстановка, потому что он находится вокруг огромного массива леса, озер и рек. И сейчас я вам покажу первый интересный и достойный жилой комплекс в этом городе. Согласно официальной информации, в Всеволожске проживает чуть более 75 тысяч человек. И преобладающее большинство это не высотные дома. А это, друзья, частный сектор среди вековых сосен. Жилой комплекс «Дом на Коралловой» – это объект, который сдали очень с огромной задержкой. И сейчас в этом объекте продается большое количество квартир. Но я не рекомендую приобретать жилье там, которое сдавалось, соответственно, с задержкой, потому что качество у таких домов, как правило, сомнительное. Но отмечу сразу, что у жилого комплекса очень хорошее место расположения. Здесь все в шаговой доступности. Сейчас вы видите таунхаусы на Октябрьском проспекте в городе Всеволожске. И здесь достаточно дорогой жилье. К примеру, четырехкомнатная квартира, двухуровневая, соответственно. Вам обойдется почти в 12 миллионов рублей. Первый интересный объект во Всеволожске, который находится практически в центре – это жилой комплекс «Пьетари», который как раз находится на пересечении Колтушского шоссе и Октябрьского проспекта. Жилой комплекс «Пьетари» интересен, во-первых, тем, что его построили финны. Небольшая финская строительная компания. По той же аналогичной технологии, что возводит в Санкт-Петербурге области дома строительная компания «Банава». В отличие от «Банавы», здесь будут межквартирные стены из двухслойного гипсокартона, будут закладные для кухонь, своя, о, вот она, газовая котельня и детская площадка от европейского производителя. Ну и сами понимаете, что место для Всеволожска очень-очень интересное. Однокомнатную квартиру здесь можно приобрести от 7 миллионов рублей. Квартира без ремонта, с ремонтом, соответственно, выше. Еще один интересный объект находится прямо напротив практически жилого комплекса «Пьетари». Он примечательен тем, что здесь есть газ, здесь улучшенные планировки и увеличенная высота потолков. Если не ошибаюсь, здесь высота потолков не 2,50, как обычно, а почти 2,70. И здорово то, что сразу же жилой комплекс граничит с лесным массивом, где частный сектор. То есть здесь частный сектор и за домом тоже частный сектор. Есть своя закрытая территория с парковкой. А квартиру здесь можно на комнату приобрести от 5 миллионов рублей. Чуть было, не забыл вам показать долгострой на улице Социалистической. Сейчас вам его покажу. Постоянно меняют паспорт объекта с переносами срока строительства. Сам дом находится практически в центре. Очень удобное месторасположение. Должен быть газ. Но как раз вот в этом здесь и есть загвоздка. Потому что у данного объекта проблема, во-первых, не только со сроками, но также с подключениями и коммуникациями. Давайте сейчас вкратце вам немножко расскажу по этому поводу. Каждый возводимый объект получает техусловия на газ, воду, канализацию и все остальное. И у этих техусловий есть срок. То есть в течение которого периода времени он должен, дом быть сдан и соответственно подключиться. Когда этот период заканчивается, то снова нужно платить деньги и подавать заявки на техусловия. Ну, дом уже не первый год не могут сдать. Соответственно, платить никто не хочет. И проблемы, к сожалению, застройщика перекладываются на тех людей, которые приобрели здесь жилье. А в этом доме однокомнатную квартиру можно приобрести от 3 миллионов и даже ниже, чуть меньше. Но, друзья, поверьте, что такая хорошая цена не стоит того, чтобы покупать в таких объектах себе жилье. Давайте, друзья, проверим, как работают агентства недвижимости. Продадут ли нам долгострой или нет? Звоним. Алло, да. Алло, здравствуйте, агентство недвижимости? Да, слышал, да. А я вот нашел у вас объявление на авито. Однокомнатная квартира 3 990. Да, продается под наличку. Социалистические. А у меня как раз дан наличные. А там уже сдан этот дом или еще строят? Нет, еще не сдан. А когда будут сдавать? Двуха ждем весной. А там по дому какие-то есть проблемы или особенности, или там все в порядке? Ну, долго сдается и продается по кривоватому договору. А что значит долго сдается? Ну, долго строится. На два года уже задерживается. Ого, все понял. Сейчас осталось, но сейчас уже осталось чуть-чуть. Понял, это не подходит. Спасибо, до свидания. Друзья ответили честно, что меня лично очень радует. Это агентство недвижимости, которое продает. И где-то здесь был частник. О, агент. Алло. Здравствуйте. Там дом сдан или еще он строится? А он сдают. Нет, он уже построился, он уже сдается. И заселение, наверное, будет в феврале месяц. Большая-большая квартира, но без ремонта. Только плита стоит. А с домом там все в порядке, там проблем никаких нет? Все в порядке. Нет, абсолютно ничего нет. Так, то есть я правильно понимаю, по квартире там все в порядке, проблем никаких нет? Нужно смело покупать с документами в порядке. Собственность уже будет, когда вы согласен с переуступкой, когда переуступка перейдет на вас, вы уже будете собственником, тогда мы уже будем получать на вас собственное. Вы уже собственность будете получать, когда ключи будете получать непосредственно от компании, застройщиком. Заключим договор через натариус. Это будет натриальная сделка. Мы поддаем в рост реестров. Переуступка переходит с одного собственника на вас. И вы уже будете ждать, когда вы получаете собственность. И, собственно, уже получать будет, скорее всего, весной. Вот февраль, март, апрель, месяц уже они будут задавать ключи. Слушайте, а еще вопрос. Я вот по такой же квартире другой позвонил, там только площадь поменьше, а там мне почему-то в агентстве сказал менеджер, что, типа, у человека сдается дом. Это так или он меня там обманул? Еще раз, что? Что очень долго дом сдают, что уже там... Нет, дом строится давно, да? Ну, не то, что он вам обманул, он просто, скорее всего, той квартиры, которую он продает, у нас часто так бывает, ее нет. Он не может ее показать, потому что он может все, что угодно говорить. Он поставил левую квартиру, предлагает вам свои варианты. У него нет квартиры. Ну, по-моему, дешевле 2,5 миллиона, да, чем ваша. Ну, конечно. Конечно, он так говорит, что ее нет, дом не сдался, он не может ее показать. У него нету в наличии ее. Вот просто ставят так некоторые агенты, да, Я-то могу свою квартиру показать, я могу показать по ней документы, а он не покажет вам. Он просто от фонаря выставил. Это называется, люди работают на поиск. Таких цен нету. Какие он вам предлагает, он будет предлагать вам другое, что-нибудь искать там и так далее. Часто так бывает, обманывают агентства, агентства. Они так обманывают. Это дом бизнес-класса, считается, бизнес-класса. Дом в очень хороцентре города Всеволожска расположен. Есть со что без ремонта, но таким образом агенты зарабатывают деньги. Вот мы с вами находимся, друзья, и в центре Всеволожска. Этот участок называется Котово поле. И здесь достаточно интересное место расположения, потому что есть и сады, и школы, и большое количество магазинов, и торговых комплексов. Поехали смотреть. Здесь прямо в центре города есть вся нужная, необходимая инфраструктура для полноценной и качественной жизни. И большое количество домов. От советских, а вот там я про них расскажу чуть позже, и уже до современных российских. Самые интересные места это вот две больших свечки советских по 12 этажей. Но не все так красочно, как может показаться на первый взгляд. И, конечно, можно здесь приобрести квартиру. Квартира здесь стоит от 3,5 миллионов рублей. Но в одном из этих домов уже пошли достаточно серьезные трещины. Я бы, конечно, не рекомендовал приобретать жилье в домах, которые непонятно, что с ними будет завтра. Вот уже нахожусь на улице Межевая. Впереди улица Александровская, центр города. И вот здесь находится рынок. И вот это здорово, что это место еще здесь советских времен. Можно купить от продуктов питания до домашней утвари. На улице Межевой есть вот такой жилой комплекс. У него основная проблема – это протечки. И здесь даже невооруженным взглядом видно, как это все текло. И вот не знаю, исправили ли это или нет. Но даже глядя на этот дом, как-то приобретать в нем жилье не очень хочется. А данный дом и комплекс, который там за лицеем находится слева, сданы были еще где-то в 11-х годах. Это первые такие монолитные кирпичные дома. И, конечно, когда они строились, это было что-то. Сейчас, конечно, дом выглядит достаточно обыденным. И ничего такого интересного с фасадными решениями здесь нет. Но, друзья, за счет этого места, за счет того, что это достаточно современный дом по отношению к остальным постройкам на Котовом поле, здесь метр квадратный начинается от 97 тысяч рублей. Почти в самом конце Межевой улицы есть вот такие трехэтажные дома. Здесь двухуровневые квартиры, свой гараж на первом этаже. И это самое дорогое жилье на Котовом поле. Но из особенностей, кроме огромных площадь квартир, эти окна я просто называю бойницей, потому что они очень узкие и света в помещениях, конечно же, мало. Жилые комплексы Всеволожская жемчужина, что находится на Колтушном шоссе за номерами 96 и 98. Застройщик еще ввел в эксплуатацию в далеком 2010 году. Конечно, с последних этажей здесь просто шикарный вид на Всеволожск, на лесную зону, но есть и, конечно же, нюансы. Один из главных нюансов-то в одной из башни в квартирах пошли трещины, и дом начал наклоняться в одну из сторон. Это было даже заметно невооруженным взглядом. Застройщик, конечно, исправил ситуацию, но, как говорится, осадок остался. Напротив Всеволожской жемчужины есть вот такой лесопарк. Обратите внимание, какая здесь красота. Понятно, что и стоимость квартир здесь аналогична, как и в предыдущих домах, стартует от 100 тысяч рублей. Кстати, хоть Всеволожская жемчужина и построили здание в 2010 году, но, в принципе, до сих пор смотрится современно. И таких домов мы видим большое количество, которые застраивают наш город. Но, конечно, стоит отметить то, что входные группы, сами так называемые мупы, они, конечно, ну, как в старое советское время, как в старых советских домах. Но зато в квартирах у большинства здесь людей очень хорошие и дорогие ремонты. Один также из интересных домов на Межевой улице, дом 18, это дом постройки 90-го года по советскому проекту. Дом 16-этажный, из кирпича и перекрытий из бетонных панелей. Пойдем посмотрим. Ну, похвастаться, конечно, какой-то интересной входной группы этот дом не может. Но здесь, обратите внимание, что для малобильных групп населения нет никаких подъемников. Просто вот можно закатить коляску с вашим ребенком. Достаточно интересная отделка, вот такой черной плиткой, при этом вся стенка идет, волнует. То есть все криво, косо. Ну, конечно, заходим. Здесь из плюсов это два лифта. Пассажирские грузы, пассажирские, они достаточно небольшие. Так, странно. 16-й есть, а почему-то не написано. Из плюсов то, что здесь уже установили современный лифт, его заменили. Едем на самый верх. Еще и разговаривает. Ну, вот видите, да, то, что здесь. Как это все выглядит. Вид, конечно, так себе заваренный мусоропровод. И это мы с вами выходим на переходной балкон. Вижу, что здесь дети любят выходить, гулять. Достаточно такой интересный арт-объект. Отсюда открывается просто шикарный вид на город. Вы представляете, жемчужины какой-то тоже вид. И здесь, соответственно, квартиры стоят чуть дороже. Здесь однокомнатную квартиру можно приобрести от 4,5 миллионов рублей. Мы видим большое количество частного сектора. Вот эти две панели, которые одна из них уже дала трещину. Вот ТЭЦ, которая в Севоложске. Вот в Севоложской жемчужине. Это, друзья, долгострой. Там стоят квартиры. Там можно от 2 миллионов рублей купить себе студии. И даже дешевле. 1,8 миллиона я видел объекты. Но ни в коем случае не приобретайте. Один дом сдали с горем пополам. Там просто такая творится. В этом доме жесть. Если, кстати, вы хотите, чтобы я его более подробно показал в долгострой, напишите в комментариях. Я обязательно это сделаю. Через дорогу жизни находится лента. Много леса. Но для того, чтобы туда доехать, нужно вот так долго разворачиваться, ехать аж до приютина. Вот сам сданный комплекс. И обратите внимание, какой выезд. Вы знаете, такое ощущение, что сюда вот недавно только бетономешалки заезжали, а сейчас уже заезжают люди. А рядом литер, который еще не сдали. И непонятно, когда сдадут. Но самое интересное сейчас я вам покажу. Дом сдали, а лифт не введен в эксплуатацию. Как такое может быть? 12 этаж жилого комплекса «Северный вальс». Картонные двери, вот так трубы, куча протечек. Да, это просто жесть. Квартира. Посмотрите, как все это выглядит. Это просто, просто, просто жесть. Но самое интересное, что дом сдан. Очень много нюансов. Не покупайте дома. Долгострой с таким качеством. Шел как раз я вот по улице Межевая. Вот она, друзья. Вот эти, видите, современные дома. Большой плюс, что здесь лицей. Лицей в этом году обшили вентилируемым фасадом. Он стал ярче, симпатичнее. Влепили сюда кучу денег. И вот он до сих пор его доделал. Все остальное, друзья, это обычная советская типовая застройка. И здесь большой плюс то, что есть школы, сады. Все в шаговой доступности. Вот это все, это называется Котово поле. Вот где вдалеке долгострой, там уже идет дорога жизни. Если посмотреть туда, мы видим Всеволожский каскад. Этот комплекс я вам тоже покажу чуть позже. Так как очень тяжело в одно видео уместить большое количество интересных объектов, то я покажу, соответственно, вам основные объекты и расскажу про все плюсы и минусы. А вы не переключайтесь, подпишитесь на канал. Ну и, естественно, оставьте свой комментарий и поделитесь ссылкой на это видео. В центре кадра мы видим вот как раз несколько домов с такими покатыми нетипичными крышами для постройки советских домов. Дома как раз строили там в 90-х годах, сдавали. А эти дома интересны тем, что у них нетипичные планировочные решения, и эти дома пользуются особым спросом. Квартиру в этих домах можно приобрести от 3 миллионов 800 тысяч рублей. Дальше идти не очень хочется. Поехали вниз и покажу вам все остальное. На улице Плоткина есть несколько достаточно интересных домов с хорошими планировочными решениями. Это девятиэтажные и пятиэтажные дома. Сейчас я вам про них расскажу чуть подробнее. За улицей Плоткина начинается частный сектор, поэтому здесь всегда тихо и спокойно. Но буквально 5 минут пешком, сейчас, возможно, чуть больше, потому что снег и убирают не так хорошо тротуары, как хотелось, находится центр Котово поле. Эти дома находятся в Котовом поле. Школа, детский сад, еще один лицей. Все в шаговой доступности, не нужно никого возить. Дети дойдут, соответственно, сами. И с плюсом по девятиэтажкам это большие широкие окна, это газ, это хорошее качество строительства. Из минусов могу сказать, это перекрытия. Они П-образные, там достаточно они, соответственно, тонкие. За счет этого хорошая слышимость. К примеру, если вы будете на кухне отбивать мясо, к вам могут прийти ваши соседи снизу и сказать, что что там сосед делаешь, у меня с потолка побелка вне сыпется. Ну и, естественно, толстые стены. Но к соседям у вас вместе с ними идут сквозные розетки. Поэтому, если приобретаете здесь квартиру, конечно же, сразу позаботиться о вот этих мелочах для того, чтобы в дальнейшем ваше проживание было намного комфортней. Пятиэтажные дома в этой серии строили как раз для переселенцев с Крайнего Севера. Тут больше площади квартиры, и они улучшены, улучшены планировочных решений. И здесь, соответственно, квартиры стоят чуть дороже. Однокомнатную квартиру здесь можно приобрести от 4 миллионов 200 тысяч рублей, в этом доме от 4 миллионов рублей. То есть 9 этажей 4 миллиона, 5 этажей 4 200. Какой, друзья, здесь вкусный, я бы даже сказал, сладкий воздух. После Питера здесь просто легкие начинают нормально дышать. Еще один из интересных жилых комплексов, который находится на пересечении Колтужского шоссе и легендарной Дороги жизни. Комплекс построен по типу каскада. Смотрится издалека красиво, но есть нюансы. Первый нюанс – это высота потолка в 2,5 метра. А если посмотреть чуть выше, то вот видите, вот это более темное, здесь уже разрушается фасадный кирпич. И чтобы он не падал вам на голову, здесь закрыли его вот такой металлической сеткой, а при входе в подъезд сделали деревянный навес. Ну, естественно, когда это все исправит, непонятно. И мне бы лично не хотелось жить в таком доме, где уже начал обрушаться фасад. Пока кто-то руками отрывал кирпич, управляющая компания сделала вот такую сеточку для того, чтобы отваливающийся кирпич не падал, друзья, вам на голову. С 23-го этажа так. А однокомнатную квартиру с ремонтом здесь уже можно приобрести от 5 миллионов рублей. С высоты 12-го этажа в Севоложской каскаде мы видим Румбловскую гору. Когда там нет снега, вы подниметесь на гору и увидите череду укреплений, окопов. Наверху стояли как раз пушки, которые били по немецким самолетам. Румбловская гора. Сейчас мы с вами посмотрим еще два комплекса, которые находятся вот там, в конце Колтушского шоссе, и которые находятся по дороге жизни. Севолож примечателен не только с жилыми домами, магазинами и всем остальным. Здесь достаточно историческое место. Вот здесь блокадный Ленинград во время войны возили продовольствие и оружие. Поэтому и называется эта трасса «Дорога жизни». А вот музей, который открыли в 2019 году, это дом авиаторов, где отдыхали летчики между боями за освобождение Ленинграда и небом над нашим городом. И вот лучшим летчикам планеты Земля того времени Всеволожцы отдали лучшее здание в городе Всеволожске. Вот этот вот дом, где находился, где был дом отдыха пекарей, пищевой промышленности города Ленинграда. И летчики, приседая на одно колено, давали клятву на верность Родине. Такие торпеды наши летчики сбрасывали на немецкие суда. Находился штурман. Вот он, штурман. 5 килограмм весика. Видите, наш ППШ. Вот он, улыбающийся, замечательный летчик. Лучший аз Советского Союза. Первый самолет сбиваем вместе немецкий. Договорились? Как стрелять. Вот, как стрелять, объясняю. Так, ищем еще немецкие самолеты. Жилой комплекс «Земляничная поляна» интересен тем, что он находится чуть дальше от городской суеты. Рядом лес, Пугоревский карьер, озера длинные и большие, и частный сектор. И обратите внимание, какую красивую установили елочку в дворе. Конечно, здесь тоже есть особенности. Одно из основных – это месторасположение. Если вы любите природу, лес, озера, карьер, где летом можно искупаться, потому что, к примеру, лето 2021 года было уж очень жарко. Если будет в 22-м таком, то здесь будет много людей. Но зато сюда приезжает весь Всеволожский, и не только Всеволожский, для того, чтобы позагорать и искупаться на карьере. И вокруг дома забито просто все машинами, большие пробки, и очень часто дежурят сотрудники ДПС. Однокомнатную квартиру здесь можно приобрести от 5 миллионов 300 тысяч рублей. К особенностям комплекса можно отнести форму. Форма полумесяца, и аналогичная форма повторяет балконы. Соответственно, у кого-то на этаже чуть больше балкон в глубину, а у кого-то его практически нет. У комплекса также своя газовая котельня и многоуровневая открытая парковка. Но местом выкуплено очень и очень мало, потому что, в принципе, есть где припарковаться. К примеру, вот прямо напротив комплекса раз дом, два дом, и эти дома продают. Понятное дело, что жить в собственном доме в близости многоэтажного строительства мне бы лично не хотелось. Да и участки, в принципе, здесь голые, дома продаются без отделки, а стоимость достаточно высока. Еще, конечно, из-за нюансов, что дом находится, вот видите, здесь вот так повыше, тут пониже, и чтобы пройти, если ты живешь там внутри, то придется спускаться, а потом, соответственно, подниматься. Вот именно здесь, между Пуговским карьером и жилым комплексом Земляничная поляна находится первая железная дорога в Севоложске. Рельс, конечно, уже давно нет, но шпалы остались до сих пор. Один из самых интересных жилых комплексов, который до сих пор еще возводится, это жилой комплекс Грюна Лунд. Обзор есть на моем канале. Я очень подробно рассказал про весь комплекс. Напомню, комплекс будет состоять из 33 домов, в 6 этажей каждый. Но у комплекса, как обычно, как у всех комплексов, есть особенности, есть достоинства, и есть недостатки. О недостатках комплекса я расскажу чуть позже. А первый основной недостаток сейчас вам покажу. Вывоз мусора и уборка территории. Вот именно здесь уже буксуют машины, потому что им не выехать. И основная проблема у жителей это работа управляющей компании. У комплекса большой плюс, что здесь нет студии, есть только однокомнатные до трехкомнатных квартиры. Однокомнатную квартиру здесь можно приобрести от 6 миллионов 700 тысяч рублей со сдачей в 2024 году. В комплексе есть минимальная инфраструктура, есть кафе, игровая территория, своя школа, салон красоты, рыбный магазин, пивной и магазин продуктовый универсальный. Кстати, хорошие цены и можно все приобрести прямо, как говорится, своим домом. Друзья, радовалось их видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь и говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok